6 июля в Жадевском районе, в местечке Корытино, близ святого источника, посвященного пророку Иоанну Предтече, состоялся третий областной фестиваль молодых семей «Семейный пикник». В третий раз Жадевский район собрал самые активные и дружные молодые семьи Тамбовской области. Я сегодня принимаю участие уже в третий раз на «Семейном пикнике». И хочу сказать, что год от года этот праздник, он становится все шире, все ярче. И количество участников здесь растет год от года. Дело в том, что очень многие молодые семьи хотят принять участие в «Семейном пикнике». Очень много заявок. И каждый год администрация Жадевского района прикладывает максимум усилий для того, чтобы подготовить площадку, для того, чтобы подготовить и организовать данное мероприятие. И поэтому сегодня я от этого мероприятия жду только полного позитива тех участников, которые примут участие в нем. Ну и, конечно, хотелось бы пожелать всем нашим семьям победы в разных конкурсах. Дата праздника была выбрана не случайно. Мероприятие проходило в преддверии Всероссийского дня семьи, любви и верности. Святое место, где проводилось мероприятие, отмечено присутствием особой духовности и благодати. Надеемся получить очень много позитивных эмоций, что познакомиться с молодыми семьями, провести хорошо время. Как бы оценились жаденские живописные места? Мы считаем, что очень красивая природа, нам очень здесь понравилось. Красивые места и живописно все здесь, очень хорошо устроено. В первый раз участвуете? Да, мы впервые. Открыл мероприятие искусственно поставленная сценка с участием главных героев праздника – Петра и Февронии. Княжеских почестей не хочу. Будь все по-твоему. Жизнь православных супругов – образец христианского брака и символ идеальных семейных отношений. Семья – это не просто название, это великое достояние каждого из нас. И, конечно же, братья и сестры, мы с вами знаем то, что все, что есть великое, начинается с малого. Мы с вами знаем то, что наше государство действительно великое. Начинается оно всегда с малого, с наших с вами семей. Если мы стараемся хранить любовь и верность в наших семьях, то и действительно наше государство будет действительно великим. Добрый день еще раз, да? Спасибо за то, что вы приехали, проделали отдельные семьи долгий путь. Для нас это достаточно значимо, потому что мы готовились практически целый год. В этом году фестиваль претерпел изменения, я думаю, вам понравится. И удачи вам, и успехов! Лучшие семьи регионов выбирались в режиме интерактивного квеста, который включал в себя несколько игровых площадок по различным сферам активности. Логика, эрудиция, творчество, спорт и другие. В мероприятии приняли участие более 27 регионов, которые имели возможность проявить ловкость, смекалку, творческие навыки. Море восторга, позитивных эмоций для детей, всякие развлечения. Как вы оценили организацию? Хорошо, мы еще просто не все видели, а так, я думаю, очень даже для Жердиского района это очень замечательно. В соревнованиях были призваны объединить семью, помочь проявить, быть может, до сего момента скрытые способности, настроить участников на позитивный лад, раскрыть семьи в новом формате и нестандартной обстановке. Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Семья это сила, семья это класс, Жердиский район, приветствуем вас! Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдет, и выйдет из него не дело, а только мука. День семьи, любви и верности – самый замечательный праздник в году. Мы очень счастливы, что приехали на данное мероприятие, которое посвящено Дню Семьи и Любви и Верности, потому что семья – это самое главное в жизни каждого человека, особенно когда есть дети, это огромное счастье, которое длится каждый день, изо дня в день. Победа важна для каждого, но гораздо важнее участие, которое принесло всем семьям массу самых положительных эмоций. Что ждать от сегодняшнего мероприятия? Интересных моментов, радостных впечатлений и хорошего настроения. Поскольку я знаю, вы уже не первый раз принимаете участие. Да, это наш второй уже, получается, год, где мы участвуем. Также мы еще зимой участвовали в семейных соревнованиях. Насколько, на ваш взгляд, подобные мероприятия помогают реализировать семейные ценности? Мне кажется, на 100%, потому что здесь можно увидеть, как семья вместе, сплоченно будет соревноваться с другими семьями. Впервые на фестивале состоялся забег ползунков. Соревнования маленьких детей до одного года, несмотря на то, что проводились в первый раз, получились зрелищными и увлекательными. Задача родителей была в том, чтобы удержать внимание любопытных спринтеров на себе или предмете в своих руках. Победителей оказалось двое – это Алиса Мещерякова и Кирилл Инговатов. Все участники забега были награждены дипломами и памятными призами. Дети повзрослее прыгали на батутах, катались на машинках, раскрашивали гигантскую раскраску, а также были приглашены сотрудниками Дома детского творчества на одну из площадок, где с радостными криками завоевывали призы в различных конкурсах. На пикнике для гостей и участников работала полевая кухня. Особенной популярностью пользовалась фотозона, где семьи могли сфотографироваться с соответствующими импровизированными хэштегами. Также были оборудованы березовые качели, украшенные цветами, заборы в русском стиле с лежащими рядом тюками соломы, а на заднем плане – источник. По итогам семейного пикника 2019 третье место получила семья Рыбкиных из Жальдевского района. Второе место достала семья Камбаровых, также из Жальдевского района. Лучшей семьей региона стала семья Соловьевых из Маршанска. Семейный пикник в очередной раз порадовал участников размахом, разнообразием и гостеприимством. Мероприятие прошло на высоком уровне. Потенциал, заданный новой концепцией праздника, был полностью реализован. В следующем году уровень мероприятия будет поднят еще выше. Мы приглашаем все активные семьи региона вновь принять участие в семейном пикнике в следующем году.